Окончание этого ремонта ждали без преувеличения все рязанцы. Мост через реку Трубеж опорный. Здесь основная автомобильная артерия по направлению Канищево. Движение открыли на два месяца раньше срока. В прошлом году Минтранс Рязанской области по национальному проекту безопасной и качественной дороги субсидировал Рязанскую администрацию более чем на 68 миллионов рублей. Успели досрочно, зная, что проблемная точка для автомобилистов. За время ремонта на мосту укрепили опоры, уложили новое асфальтовое покрытие, перенесли столбы и электропередач. По словам главы региона Николая Любимова, мост через реку Трубеж фактически родился заново. Проект будет, конечно, продолжаться. Президент соответствующие поручения дал. Мы будем на следующий год тоже рассчитывать крупные ремонты. Планы будут тоже до людей доведены обязательно. Ну и рассчитываем на то, что люди будут по-прежнему голосовать за те улицы, которые должны быть сделаны в первую очередь. Писать о том, где еще наблюдаются какие-то реально вновь появившиеся выбоины, выбоины, трещины, ямы и так далее. Мы постараемся оперативнее реагировать в этом году, особенно и в следующем, на такие вопросы людей. Впереди улучшение подмостового пространства, нанесение разметки и включение света, а также возведение ограждений. На это у подрядчика времени достаточно. Срок окончания работ 1 ноября. Губернатор отметил, что ремонт объекта был сложным. Он в эксплуатации уже более 60 лет. Но после такой масштабной реконструкции пробок теперь здесь не должно быть. Для того, чтобы безопасно эксплуатировать этот объект, необходимо было произвести капитальный ремонт объекта и частично его реконструкцию. За несколько лет до ремонта, вы, наверное, знаете, там был провал на пешеходной зоне с той стороны. И эти балки, они уже потеряли свою несущую способность и образовывались ямы и дыры, которые разрушали все сооружение полностью и представляли опасность для пешеходов и для водителей города Рязани. На объекте расширили дорогу. Сейчас движение открыто в обе стороны. В направлении Борок оставили две полосы, а в центр Рязани будет вести три. Это позволит увеличить поток и снимет напряжение на трассе. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».